В эфире телеканал ЭТОН-ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я и ведущий Александр Гурарье. Согласно исследованиям Центра Тауба в Израиле сложилась очень интересная ситуация. Высококвалифицированные рабочие, прежде всего работники хай-тека в Израиле, получают примерно столько же, сколько их коллеги в развитых странах Европы и Соединенных Штатов Америки. Ну, может быть, чуть-чуть пониже процентов на 10-15. Но что же касается неквалифицированных рабочих, то тут разница очень и очень велика. Израильские неквалифицированные рабочие получают на 50% меньше, чем их коллеги в развитых странах мира. В чем же причина такого неравенства и такой несправедливости, мы попытаемся выяснить с политологом, политтехнологом Давидом Идельманом. Давид, добрый день. Добрый день. Так в чем же собака зарыта? Ну, собака зарыта в том, что Израиль все больше и больше становится на первое место по разрыву в зарплатах между бедными и богатыми. А как же социализм, а как же мечты отцов-основателей? У нас мы когда-то были, мы когда-то были, Израиль, на первом месте по близости, по социальному равенству. У нас когда-то была ситуация, когда банковские работники во время отпуска подрабатывали на стройки, потому что на стройки больше платили. Было когда-то в 50-х годах такое в Израиле. Ну и вообще, мы наконец-то довели до ума вот эту идею с колхозами, про которую еще Алексей Максимович Горький сказал, колхоз делал хорошее, удобряю. То есть у нас эти колхозы действительно работали. Работали колхозы, работала кооперация, работали государственный сектор, работало огромное количество самых разных вещей, которые не работали в так называемых социалистических странах, потому что, опять-таки, вопрос, насколько Советский Союз можно назвать социалистическим, он спорный. Потому что со мной, по мнению экономиста, в Советском Союзе был государственный капитализм, просто главным держателем акции было государство, и оно всем распоряжалось. В этом отношении, если вы помните пенсии, допустим, наших бабушек, которые там иногда были 30 рублей, это никак социальной справедливостью или государственным благосостоянием нельзя назвать. В этом отношении в Израиле была гораздо более социальная модель, не говорим социалистическая, говорим социальная. Где-то начиная с 70-х годов, еще до прихода Кликуда в власти, но больше это пошло, начался этот разрыв, и он начался в том числе из-за быстрого роста непроизводительных секторов. То есть имеется в виду сектора, в которых очень высокая безработица. Арабский сектор, где не работает 80% женщин, и харидимный сектор, где не работало 80% мужчин. А дальше Израиль нашел свою нефть. То есть есть государства, у которых есть нефть. И нефть приходит к тому, что другие отрасли экономики не сильно развиваются. А есть государства, у которых есть какие-то заменители нефти. Ну, допустим, в Турции это туризм. А Израиль во времена Арабина неожиданно совершил высочайший технологический прорыв. Я не имею в виду, что это связано именно с Арабином, но это было связано и с приездом Большой Алии из бывшего Советского Союза, огромного количества кадров и с неожиданным сплежением благодаря мирному процессу с Западом и мнениями инвесторов о том, что вдруг Израиль стал перспективным местом для вложения денег и многие другие вещи. Ну и понятное дело с тем, что когда-то Шимон Перес назвал главные ископаемые нашего государства, находятся между нашими ушами. То есть он имел в виду еврейские мозги. Да, он имел в виду еврейские мозги. Произошел прорыв. И произошел прорыв в одной сфере. Это сфера хай-тыка, который за последние четверть века, он только усиливался. Но в настоящее время Израиль, безусловно, является сверхдержавой в области искусственного интеллекта. Мы в этом отношении опережаем многие-многие страны мира, которые должны были быть сильнее нас. И как нам все время говорят, что Израиль это часть Силиконовой долины. Но правда, вот тот Израиль, который часть Силиконовой долины, это очень небольшая часть Израиля. Сколько нужно работников в хай-тыке. С другой стороны... Еще, извините, преимуществом Израиля было до недавнего времени то, что все-таки заработная плата специалистов, высококлассных специалистов в Израиле была ниже, чем в развитых странах. То есть в тех же Соединенных Штатах. Поэтому крупной фирмой хай-тыковским было выгодно по аутсорсингу размечать свои заказы в Израиле. И на этом Израиль очень здорово поднялся. Да, и это верно. Но с другой стороны, хорошие специалисты, которые вырастали в Израиле, они моментально становились востребованными за рубежом. Поэтому, хочешь не хочешь, им надо было платить больше. То есть на сегодняшний день... Но поэтому вот зарплату и выровнялись. Поэтому зарплаты постепенно вырастают на западный уровень. Если бы работник хай-тыка получал бы в Израиле на 50% меньше, чем работник хай-тыка, я не знаю, в Америке или в Германии, то он бы был в Америке и в Германии. А 50% это сумма, из-за которой стоит садиться в самолет. 15% тут еще можно подумать и так далее. Но вообще, очень интересная вещь, и у нас очень часто пользуются термином средний класс. Вот Лапид постоянно говорит, что его избиратели средний класс. Где он его увидел? При этом, что такое средний класс, у нас не уточняют. В Америке middle class, это несколько раз пытались уточнить, с какой суммы начинается middle class. И дан ответ, то есть это вопрос налогообложения. Ну, начиная с 200 тысяч долларов годового дохода, ты средний класс. От 200 до 400 тысяч, это средний класс. Это еще при Обаме. Сейчас средний класс там повысился, это, например, начиная с 250, скорее всего. Теперь у нас, ну, близко, это то, то есть если бы Лапид действительно опирался на средний класс, то у него был бы один мандат. Ну, в связи с отсутствием последнего. В связи с отсутствием большого последнего. Средний класс, это наиболее стабильная часть страны, богатые могут упасть, а средние, бедные могут еще больше обнищать. Средний класс, это самая стабильная часть экономической републики. Теперь, но, может быть, стоит употреблять такой термин, как эксклюзивный класс. То есть это люди, которых трудно заменить, которые действительно легко могут сесть на самолет и найти место в другой стране. Хороший израильский врач завтра будет принят в любую клинику мира. Опять-таки, учитывая, что у нас при отборе врачей очень жестокие экзамены, конкуренция, большое количество новых медицинских технологий и так далее. Хороший израильский врач легко найдет себе применение. Хороший израильский инженер, хай-тики, программист тоже найдет себе достаточно быстрое применение. А вот так называемые интернет-мактышки, то есть люди, которых берут на, допустим, маленькие работы, всякие вот безыки, таких набрали по 5 тысяч шекелей зарплаты. Это, скорее всего, они себе не найдут работу в других странах. То есть это не политический планктон? Да, они гораздо хуже, чем, ну, они стоят дороже, и, с другой стороны, они чем-то не отличаются от программистов из Индии. Проблема, на самом деле, не в них, скорее всего. То есть, когда мы говорим о том, что неквалифицированный труд на 50% ниже оплачивается, давайте, так сказать, откроем глаза и пойдем на ближайшую стройку, которых в Тель-Авиве, слава богу, много. Пойдем на ближайший заводик, который работает, когда мы видим, что люди на заводах, на заводах, которые, в общем-то, делают очень интересные современные изделия, люди работают, как при царе горохе. Люди там напильником зачищают заусеницы, люди там на станках, опять-таки, времен царя гороха, вытащивают какие-то детали, которые, непонятно, как превращаются в особый класс. И у нас очень часто банкротятся заводы именно потому, что там экономятся на именно человеческом факторе. Ну, набрать больше рабочих, ценой по более, числом по более, ценой подешевле, да? Теперь, со стройками все понятно. Стройка должна идти в Тель-Авиве, ну, в Израиле. Ее нельзя перевести за рубеж. А, допустим, текстильное производство, которое было в большом количестве в Израиле в 90-х годах еще, оно все лопнуло. Почему оно лопнуло? Потому что ту же текстильную фабрику можно легко перевести в Иогданию, и она будет гораздо дешевле. А еще лучше в Китай. И даже если китайские товары облагать многоразовым налогом, они все равно будут дешевле, чем вещи, выпущенные в Израиле. — Получается, что попытки правительства поднять вот этот уровень заработной платы низкооплачиваемых работников привел к тому, что просто начали убегать бизнесы. — Дело в том, что тут, как говорит, должно быть две руки. Одной рукой делать одно, другой рукой делать другое. Просто так, искусственно поднимать, ничего не получится. — Ну, так тоже, что и получалось, когда наш этот самый Амир Перес был председателем Гистадрута, как он воевал постоянно. Мы каждый год будем поднимать минимальную заработную плату. — Окей, само по себе поднятие зарплаты — это одна вещь. Другая вещь — нужно поднять образование огромного количества людей. И у нас вторая проблема, опять-таки, исследования говорят, что 30% хороших учеников Израиля, они плюс-минус, по оценкам, такие же, как их сверстники за рубежом в странах ОСЕДИ, такие же, как хорошие ученики там. Некоторые даже гораздо лучше, потому что у нас есть очень хорошие школы. У нас есть очень хорошие школы, хотя в среднем образование в Израиле хромает. Но 30% плохих учеников в Израиле, они гораздо хуже, чем их сверстники в странах ОСЕДИ. Теперь, чем это вызвано? Это вызвано тем, что, я прошу прощения, у нас так называемая государственная светская система школ — это всего лишь одна из девяти систем. Она охватывает достаточно большое количество натурения. Но это всего лишь одна из девяти систем. А у нас есть, кроме нее, государственная религиозная для вязаных кип, у нас есть ортодоксальная литваческая, ортодоксальная хасидская, у нас есть шассовская Элия Майяна Кинухтарани, у нас есть религиозные школы для мусульман, для христиан, для друзов и отдельная кибуцная система школ. У нас девять систем школ. И, понятное дело, чтобы в такой маленькой стране иметь девять систем школ, каждая со своей системы, у нас получается, что вместо нашей системы образования не хватает того и того, у нас не хватает системы. Поэтому не хватает и образования. Кроме всего прочего, я прошу прощения, то, что у нас получилось где-то начиная с 90-х годов, у нас получилась следующая вещь. В 90-е годы мы все помним, что человек, оказавшийся случайно безработным, очень легко находил себя на курсах по переквалификации. Нас этот, но те, кто тогда оказывались друг неуродничаем, нам советовали вот этот курс, вот этот курс, вот этот курс. И это, конечно, количество курсов начало сокращаться. Потом резко начало сокращаться количество курсов. И сегодня где-то 40% израильских безработных не посылаются, не могут найти и так далее. Нету этих вещей. Хотя государство должно быть заинтересовано в этом. И что у нас произошло социальным, социальным, экономическим курсом благодаря нашим министрам финансов, которые у нас были? И последнему Машу Кохлону, и не очень удачно предыдущему. Что у нас произошло? У нас произошла следующая вещь. По большому счету, социальная, экономическая политика должна быть мотивирующая политика. То есть тот, который мотивирует мать-одиночку получить образование и слезть с шеи государства. Что мы делаем вместо этого? Мы вместо этого запрещаем матери-одиночке учиться в университете. Если ты пойдешь учиться в университете, ты потеряешь пособие. То есть мы сказали, ты села на шею государства, не смей ее опускать, а попытаешься сдвинуться, мы тебе отменим пособие. У нас вместо того, чтобы помогать людям выбраться из нищеты, им говорят, если ты будешь сидеть в нищете, мы тебе будем платить пособие. Если ты, сука, попытаешься выбраться, ой-вой-вой тебе. И вот этот курс, он, собственно, и приводит к тому, что у нас уже несколько лет в Израиле действует система отрицательного налогообложения. И те граждане, которые, да, работают, но зарабатывают недостаточно, то есть может быть меньше минимума, может работают не на полную ставку, в конце года, точнее по истечении отчетного года, они получают ласковое письмо из службы налогового управления, в котором им предлагается прийти на почту, заполнить соответствующий бланк, подать его, и они получают пособие. Не дай бог так проголодаться, что называется, да? Нет, почему? Я говорю о том, почему люди работают на полставки или там на неполную ставку и получают вот это размещение. Я говорю не о них, я говорю о людях, которые вообще не работают, и которые бы, по идее, могли бы выйти на работу. Ну, так вот я говорю, что эти люди могут выйти на работу, пускай на полставки, они будут получать дополнительный возврат налога, отрицательный подоходный налог, налогового управления, как бы в этом смысле работает система. Но, смотрите, то, что показывают эти данные, они показывают, что в Израиле постепенно торжествует меритократия, и постепенно происходит раздвоение на два Израиля. Два Израиля, один из которых, это Израиль, условно говоря, белых, ашкеназов, светских, евреев, да, понятное дело. Другой, это Израиль сефарской глубинки, это Израиль религиозных, это Израиль арабов, и эти два Израиля, они все дальше отдаляются друг от друга. И то, что действительно должно быть целью экономики, это попытаться один Израиль поднять, но не за счет другого, потому что этот слой очень тонкий, его нарушить очень легко, очень легко заставить этих специалистов бежать за границу, и они там найдут работу. — То есть, может быть, отобрать и поделить? — Нет, если у них попытаться отобрать и поделить, то они просто найдут себя в Берлине, в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке и так далее. Вопрос, как поднимать это, ну, прежде всего, нужно, наверное, перестать платить людям за то, что они не работают, и надо платить им за то, чтобы они искали работу. И в этом отношении вот у нас самый большой идиотизм, допустим, который был на моей памяти, это программа «Висконсин». Мы взяли американскую программу, которая была построена на том, что американцы были готовы платить человеку больше за то, что он будет искать работу, готовы были ему дать тьютера, который будет его сопровождать, и этот тьютер получал вознаграждение только в том случае, если человек находил работу. А человек, идя на программу «Висконсин», подписывался, что он отказывается от своего пособия, если у него что-то случится, если по его вине он потеряет работу. И люди благодаря этому просто достроились. Во что у нас превратилось? У нас превратилась программа «Висконсин» в разных городах, там людей собирали в каком-нибудь арабском нацерете и читали им лекции о сексуальном просвещении. Тоже хорошо, но как-то это никак не продвигает их на рынок труда, это никак не усиливает их. По идее, вот это раздвоение общества на элиты и ненужных людей, которые очень легко заменить машинами, оно происходит во всем мире. Израиль, как в советском фильме, это страна контрастов, и у нас это сильнее, чем в других странах. То есть, когда говорили «два государства для двух народов», у нас уже построено два государства для одного народа. Ну да. Спасибо. Спасибо, Давид Эдельман, политолог. Дорогие друзья, программа «Тема дня». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова